Какой Иисус Христос, ты знаешь? Ну, сам-то Бог, это не Бог. Молодой человек, который, можно сказать, спас. Он Иисус Христос, Он Сын Божий, Он не просто человек, Он Бога-человек. И Он умер за грехи людей, чтобы люди получили спасение. И на третий день Он воскрес. У нас день воскресения, это в честь Его. И потом будем, когда мир закончит существование, все люди воскреснут снова, и будет суд Божий. Вот ты какой-то дым уже научился глотать, зачем же ты? Не надо, это сейчас привыкнешь, потом не отвыкнуть. Лишние деньги, болячки. Ты еще маленький, ты... Я это понимаю, понимаю. Ты запомни одно, что никому в дом не заходи никогда. И на чужую машину не садись, потому что детей воруют. На органах везде, в интернете показывают. Береги себя. Тебя родители любят. Пошел куда, благословись. Подойди к маме, к отцу, чтобы тебя Господь сохранил в послушании, добром. Если храм есть Божий, сходи в храм на исповедь. Ты будешь другой. А такие твои совместники, то они курят и матерятся, а за все отвечать перед Богом. Когда воскреснем, там, или грешники в аду будут мучиться, или праздники в раю будут. Тебя как звать-то? Я Василий. Василий означает царь из греческого языка. Царь. Ты подумай, какое тебе имя дали. Царь. А царь над чем? Ну, у тебя же ничего нету. Нет. Ты над своими дурными привычками царем будь. Не раболепствуй ими. Брось эту, чем дышишь там, гадость эту. В рот не бери. Никогда. Царь. А Василиса бывает. Василиса, девочка. Это царевна. Это переводится в церковный календарь у нас. И там все записаны имена. А главная книга в мире, главная книга. Главнее ее нету. Она вот какая. Видишь, какая она большая. Называется как? Библия. Библия. А вот корень слова. Библиотека. Библиотека означает книга-хранилище. Мы же идем в библиотеку. Библия говорит о том, что Иисус Христос умер за грехи людей. Чтобы люди жили для Бога. Чтобы ты был послушным. Ничего плохого не делал для Бога. А воскресенье пришло. Сходи в храм Божий. Там священники есть. Благословись. У тебя другая жизнь будет совсем. Выкинь всю эту гадость. В рот не бери. Здоровье загубишь. А его потом не поправишь. Ну, вот так, Василий. Дела-то наши. Я сейчас реально задумался. Ну, да. Ну, вот задумаешься. Вот я начальником детского лагеря был, как директор. 45 лет. И три года в ином варианте. В формате. Поэтому у меня тысячи детей перебывали. Это не государственный, а верующий христианский лагерь. Мы всегда вставали в пять утра. Днем мы работаем до обеда. А потом играют. В воскресенье на лодках катаются, на лошади. Если будет у тебя желание больше узнать, ты можешь зайти по скайпу. Скайп. Такая система. Не знаешь ее? Скайп. Знаю. Игнатий Лапкин. Я там один. А если зайдете на YouTube, канал у нас есть. Называется «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Это у нас большой YouTube. 19 тысяч роликов наших стоит только. И общий просмотр 45 миллионов. Как называется? «Восвете Библии». Вот Библия в ее свете. От нее свет идет. А заряди. «Восвете Библии». Игнатий Лапкин. Это я. Сейчас посмотрю. Посмотри. Не пожалеешь. Здравствуйте. Добрый день. «Восвете Библии» нашел? Да, да. Вот. Сколько там подписчиков? 44 тысячи. Да, 44 тысячи. Вот. Вот там, если зайдешь на него, ты там на первую страницу, чтобы зайти, там написано, где... Я не знаю, там как написано, видео или что. Видео, да. Вот. И зайдешь, ты его видишь. Сейчас там печатаются вопросы, которые мне задавали студенты, которым я преподавал в университетах. Вопросы на все темы жизни. Политика, экономика, социология, домашние отношения с родителями, работа, евреи, там, мусульмане, православные, отдельные папки. Это очень интересно. У тебя большие знания будут. Тебя ценить люди будут. Вот так. Если есть вопросы, можешь задать. Спасибо. Спасибо вам. Храни тебя, Господь. До свидания. Удачи. Так. Так. Он только видит, страшится. Самое блудливое и трусливое собралось здесь. Покажешь Библию, вот так сразу падает. А вот это вот правильно, то, что вы сейчас пропагандируете вот это в интернете? Вам сказали о том, что человек, творящий дела эти, будет мучиться с дьяволом в огне вечном. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Сейчас то, что вы делаете, это правильно? Написано, идите по всему миру и Христос говорит. И каждый человек может это нормально, адекватно принять. Так вот, слушайте внимательно. Иисус говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Я уважаю, я уважаю, конечно, религию и все остальное, но извините меня, не до такой степени, чтобы ее еще пропагандировали в интернете. Тогда помогите этим людям, которые погибают здесь в разврате. Здоровые дядьки, половина голые лежат. А зачем вы сюда лезете? Затем мы пришли, что Господь послал к больным, сумасшедшим людям рассказать, какой суд ждет их с сатаною. Затем, я пятый месяц нахожусь здесь уже. Вы что делаете-то здесь? Вы сами посмотрите, совокупляются. Половина голая, 90% наверное мусульмане. Самое блудливое и трусливое, все здесь сатана сгрудил в одно место. Зачем мы здесь? Я нашел 650 человек, которые понимают, о чем разговариваешь. Я понимаю, о чем идет разговор, но я не вижу смысла. Ну и хорошо, что не видишь-то, а то с ума сойдешь. Это не так нужно пропагандировать. Он знает, как пропагандировать. Вы против того, как надо пропагандировать, еще одного класса не кончили. И учите того, кто 57 лет несет Библию в руках. Я за свою веру заплатил. Я не в этом имел суть. Там, где вы сейчас пытаетесь провести пропаганду, то, что вот Библия и все остальное, это не тот чат, которым нужно это проводить. Вам никто знать-то где? Где грех? Господь говорит, идите и проповедуйте Евангелие. Кого вы учите? Христа. Растянувшись, ходили благовестия. Деяния апостолов, 8 глава, 4 стих. Об этом прямо говорит. Идите, говорит, и благовествуйте Евангелие. Мы это и делаем. А вы это не делаете, еще и палки в колеса вставляете. Вам это общество болотное нравится? Я у вас просто спрашиваю. Я не говорю вам, что конкретно здесь ничего не надо делать. Я у вас просто спрашиваю. Я не против этого. Так. Вы сейчас можете нормально разговаривать? Я не против. Без руганий можете обойтись? Да, я нормально разговариваю. Я без руганий. Я ни одного мата не сказал. Я сейчас буду говорить, они полезут из вас. Я знаю это уже. Не полезно. Не полезно. Просто я к тому, что я допустим данному. В данном чате, где вы находитесь. Поговорите. Я думаю, это бесплатно. Да остановите, что вы думаете. Думайте. Меня от своих дум может быть кощает. Хорошо. Я вас послушаю хорошо. Послушайте внимательно. Я удалил из своего лексикона слово «проблема». Американизмы не нужны. Заменил его нерешенный вопрос вместо слова «проблема». Слушай внимательно. В стране Российской Федерации погублено 31 тысяча сел и поселков. Что вы сделали для того, чтобы прекратить это? Ничего. Я практически… Мы берем землю, получаем статус, строим храм, школу, восстанавливаем дороги за свой счет, скотину разводим. Вопрос решается. Дальше. Министр внутренних дел Нургалиев говорит, в стране 3,5 миллиона беспризорных. Я снова вопрос вставлю. Что ты сделал? Ничего. Мне Бог положил на сердце образовать детский православный лагерь. Я 48 лет бесплатно веду. Тысячи детей подняли беспризорных и других. Тысячи. Бесплатно. Конкретно. Народ необразованный. Я нигде не спорю. Я говорю, а что ты сделал? Ничего. Я иду и одновременно веду преподавание в 5 университетах, в 13 школах, в 5 отделах милиции, в городском краевом города Барнаула, в воинских частях, в заводах и в паблике. Три радиопрограммы каждую неделю. Одна онлайн часовая идет. Мне начальник даже милиции говорит, моя милиция стала тише себя вести. Выступаю почти в каждой печати. Сделано, сделано. Дальше. Много преступности. Но я говорю, ты видишь, а что сделал? А что сделаю? Вот в этом вопрос. Мне за слово Божие пришлось претерпеть 5 тюрем заплатить. Лагерь. Я знаю, о чем дышать. Я иду в Барнауле. СИЗО 3700 человек. И я иду, имею доступ к смертникам, которые были тогда. И такая обстановка. Ни одного захвата заложников за 28 лет. Бесплатно, конкретно. Вот Господь делает так, избирает человека и посылает. И делает. Мне Бог положил на сердце написать то, что говорил. И выпустил 38 томов книг в бумажном варианте. И 7 томов в интернетной версии. 38 томов. Общий тираж там небольшой тысячи. И общий комплект стоит 750 евро. И мне Бог положил на сердце бедным библиотекам продавить. Мы из Барнаула доехали до Владивостока. Потом кинули 5 тонн груза к границе. И дошли до Лиссабона. Скандинавия, Прибалтика, Север и Турция. 650 городов. И сделали подарок библиотеке на 35 миллионов рублей. Вот и проблема. Это решение вопроса конкретного. Это моя страна. В Российской Федерации за время перестройки сделано 120 миллионов абортов. Страна погибает. Сколько? 120 миллионов. За время... Абортов. Абортов. И сегодня разводов 86,5%. Когда Надежда Константиновна Крупская говорила, 17% это национальная катастрофа. У нас ни одного аборта, ни одного развода нет. И мы это все показываем. Вот у меня говорят интернет. А что вы сделали в интернете? У меня и в Фейсбуке, и в Твиттере, ВКонтакте, журнал. У меня везде есть какие-то страницы. И вот здесь даже канал. Канал во Свете Библии называется в Ютубе. 19 тысяч роликов наших. 19 тысяч. Общий просмотр 45 миллионов. Я с этим не спорю. Просто я хочу вам сказать то, что данный чат это не для этого. Для этого. Я вот к чему. Хорошо. Я разговариваю с мусульманами, разговариваю. Они не знают Коран. У меня книга написана про Коран. Я им показываю. Можно у вас вопрос спросить? Да. Если вы знаете Коран и Библию, почему мусульмане не едят свинину? А почему это пошло? Я отвечаю коротко. Потому что в Библии книга Левит 3 Моисеева 11 глава написано, где у животного копыта раздвоено, а жвачки нет, оно не чисто для вас. А свинья как раз к этому относятся. И они это слышали и это у себя ввели. Вот я с ними беседую. Скажите, вот у нас Соломон, а у вас Сулейман, это один и тот же герой? Ну да. У нас Авраам, у вас Ибрагим, это один и тот же? Да. Теперь внимание. Главный вопрос. Если у нас Соломон признается мудрецом 3 книги, почему у вас у Сулеймана ни одной строчки нет мудрости? Все заглохли. Я просто в больших собраниях имамов там выступал, где не знают. И говорят, да у нас расхождения немного. Я скажу, расхождение 5216. Расхождение. И еще такой вот вопрос, даже не вопрос. Вот я слышал, почему в Коран ввели то, что нельзя есть свинину из-за какого-то крестового похода, потому что свинина хранилась не в правильных условиях. Да нет. Это написано было 3600... Войска отравились, и полководец сказал, все, мы свинину типа отвергаем. Да не надо выдумать бабьи басни. Это написано бабьи басни. 3600 лет назад... Я просто слышал, я поэтому не скажу, это так ли? Мусульманство возникло в 7 веке, 1300 лет. А 2600 назад, 3600, уже написано было не есть свинью. А в Новом Завете это отменено. А они этого не знают. У меня есть ролики, где мы ночуем в доме Муллы, и там беседуем. Все записано. Потом шли мы в мечеть и молились, а потом пошли в православный храм. Я конкретно показываю. Вот, у нас сейчас приезжают мусульмане, принимают крещение. Вот говорят, ну, неправильно, там юстиция, там такая. Мой следователь, который меня судил, подавал, он принял крещение. Начальник тюрьмы по-христиански. Как пишут сейчас, говорит, тысячи людей через Лапкино пришли, которые в заключении были. Вы не дымите только, пожалуйста. Успеете отравить себя еще. 12 лет жизни уже оторвете от себя. Делающий грех, это раб греха. Уже 13 лет оторвал. Вот так. 13 лет курил сигареты. Ладно, хорошо, спасибо вам за это. Так, если вы пожелаете узнать по скайпу, вы можете меня найти в скайпе. Игнатий Лапкин, я один там-то. Я бы с радостью, но у меня нет времени. Ну, Ютуб, вы можете запомнить. Это вот сейчас у меня время вырвалось, я так появился. Вы бы посмотрели, какие у нас девушки, как одеты, как служба идет, как в детском лагере у нас на лодках катаются. Я это, конечно, прекрасно понимаю, но единственное, что я посмотрю это, это не изменит взгляд всего мира. Нельзя не изменить. Не изменит всего, не изменит мир, не изменит взгляд. Вас как звать? Звать как? Влад меня зовут. Ну, это славянское имя. Владислав, владеть славой, которую Бог дал. А если вы не обладаете, вы ехавод, то есть бесславие. Это помнить надо. Как еще раз? Напротив вашего имени ехавод стоит, бесславие. Вот мое имя Игнатий. По-гречески означает неведомый, неизвестный. А по-латински огненный. Отец у меня Тихон, переводится приносящий счастье. Ладно, хорошо. Если что, я вас найду. Если вы найдете, то только Игнатий Лапкин зарядите, и вы найдете. И в Ютубе, во Свете Библии. Хорошо. Вам будет не то, что интересно, а вы не уйдете никуда. С Богом. Хорошо. Храни Господь. Большое вам. Продолжение следует...